привет друзья проснувшись сегодня с утра подумал чем бы заняться потому что выдался свободный денек и решил я снять видео по поводу перевозок потому что очень многие выразили свое мнение что перевозки это интересная тема конечно интересная но их не так много естественно я обзвонил пару своих постоянных клиентов и так сказать наклянчил себе пару перевозок поэтому на сегодняшний день план будет такой всего две перевозки они минимальные они без грузчиков без ничего время сейчас полдесятого традиционно тянусь в пробке конечно же куда без этого значит первая перевозка гружусь на хохловых и везу в центр там будет интересная локация под выгрузку это почти на майдане не знаю что с этого получится посмотрим кстати друзья кто тоже считает что ездить по полосе для общественного транспорта как вот эти все умники это бытловство ставьте лайк я не знаю меня это так вот я даже не знаю как выразиться бесит выбешивает что вот эти все люди они от мы умнее всех все мы всех объедем и поедем но не об этом значит на выгрузке будет локация очень интересно это будет майдан уже говорит потом я еду на марка вовчка там за овощебаза есть склады там тоже гружусь грузом и везу его на выгрузку вот так вот надо делать вот так вот надо делать вот так вот мы ездим задрали ездой своей тупорылой уже зла не хватает выйти надавать бы зеркалами по голове которые отбил на хрен ну да ладно выгружаю второй груз собственно в конце перевозки расскажу что получится по цифрам сколько какая перевозка стоила и сколько километров я потратил на все это дело так друзья я загрузился адрес у меня фантастический бориса реченка в самом низу возле макдональдса то есть во все тяжкие вот так вот мы выезжаем без поворотов передумал наверно налево хотел еще и дождик такой фантастический начался есть один нюанс нюанс этот заключается в том что там есть какая-то арка были на палку на них там есть какая-то арка и я блин совсем вылетела из головы спросить о какой она высоты этого потому что была у меня одна арка в которую я полез и потом пожалел естественно не хочется мне крышу машины пошкрябать поэтому шо там за арка этому богу известно будем подъезжать посмотрим созвонился я уже с человеком который принимает этот груз у меня сориентировал он меня как туда заехать понятно дорога там одна справезной надо повернуть но говорит он что она была перекопа то есть сейчас меня может ждать еще и квест я все-таки туда ломанусь может же они за вчера это все дело сделали там все-таки центр но если нет то придется очень большими чигирями заезжать туда короче центр это всегда весело центр я всегда любит значит за перевозку со мной уже рассчитались это повторюсь минималка она займет у меня ну очень немного времени по цифре 700 гривен так чтобы сразу не водить козу 700 гривен вот и все буду ехать буду подъезжать ближе уже тогда вместе посмотрим что у нас там ждет тем временем едем по ярвалу и уже приближаемся к нашему повороту дождик все не прекращаются но это в принципе и неплохо потому что сколько можно терпеть эту жару что у нас там ждет неизвестно либо лотерея либо лото одно из двух либо заедем быстренько выкинем все либо придется разворачиваться и ехать чигирями ладно посмотрим что с этого получится а тут не кислопровода по обрывала интересно это ночью было в принципе да потому что стоят фишки жесть полная я только что ехал тоже он провода валяются вон все такое может из-за этого перекопа на там все так это если там будет перекопа на то сворачивать надо будет вот тут вот сейчас как я еду налево но если оттуда буду поднять да там перекопа на я уже вижу трактор надо уже сразу валить отсюда типа въезд запрещен но туда и проезда нету поэтому были но как ты по-другому тут проедешь они как даже не кирпич это лапа двально нафига он выперся видишь машина большая едет но нету понимания у нашего народа покажу по поводу этого всего да хорошо же видел заранее же перекопа на так это у нас к это малоподвальная типа улица мы должны выехать сейчас по ней на шевченко что-то карта мне синим этот маршрут теперь прорисовала наверно потому что съехать ни хрена нельзя знаки как бы были он там уже вижу коллапсик внизу некий но в принципе если что я справа там спрячусь а этот коллапсик из-за того что там на паркованной машинке дорожка то вроде как двухсторонняя то да вот так но на паркованной машины и получается что только одна полоса все-таки без приключений сегодня не получилось пирожку тоже направо мне туда же а этому налево на этот вообще непонятно что делает прекрасно кашу пусто да тигири конечно такие неприятные ладно собственно надо звонить клиенту и говорит что я уже на месте какие-то арки я должен увидеть какую-то арсу точнее вон она-то арка я сейчас оттуда приткнусь чуть-чуть будет на пешеходке ну ничего страшного что ж поделаешь так вижу черную арку вот тут сюда мне наверное надо ну с аркой все разрулилась она высокая так звоним потому что стоим с нарушением а я так не люблю линия занята пирожок тоже наверно туда ладно дозвонюсь будет видно мне короче вот в ту арку ну шо я выгрузился едем на второй адрес на вторую загрузку точнее сказать сдавание задом парктроник хорошо что он внизу плохо только что вверху надо еще сотреть так ну то такое порог откроет и мы поедем блин с этой перекопанной дорогой конечно не очень хорошо все получилось придется сейчас все сложно объезжать ничего страшного объедем и так значит марка вовчка склады наша следующая точка назначения поехали и так и так я уже на скляренко очень вовремя я уехал с центра потому что собиралась там уже на хрещатике такая пробень в попутном направлении и в противоположном вообще была уже полная торба и естественно на европейке уже начиналась пробка а-ля занятые перекресток я так называю когда из-за пробки и занятого перекрестка не могут люди проехать на свой зеленый начинают лезть тыкаться и создают полный коллапс уже на перекрестке и получается не едет никто я это все дело объехал чудом оно вот-вот должно было произойти я там чик-чик-чик-чик-чик-чик попроскакивал и все получилось четко по времени время 11 часов и в принципе я уже практически подал машину на вторую загрузку осталось мне проехать сейчас по марка в овчка у нас улица на которой не овощебаза а продуктовая база правильнее потому что там уже не только овощи кстати на этой базе очень много людей скупаются на неделю на месяц ну в общем оптом если сюда приезжать и скупаться допустим на месяц то тут очень хорошие цены и это будет выгодно то есть вам эта дорога то что вы сюда приедете не сильно будет накладно если на неделю то ну такое но цены тут неплохие естественно с трафиком тут все плохо зачастую ну бывают случаи вот например как сейчас не вижу я тут большого наплыва машин да сегодня абсолютно свободно вот но честно сказать сам я тут ни разу не скупался потому что я не любитель скупаться на какой-то длительный срок максимум что я могу скупиться на неделю и то продукты которые не сильно портятся ну не знаю у каждого человека свой конечно же подход кто как скупается кто как экономит это дело его знаете раньше вот люди заготавливали картошку там допустим едешь в какое-то село или на дачу копаешь картошку и потом привозишь в гараж спускаешь это все в подвал там 10 мешков картошки потом начинаешь есть повявшую потому что если ты ее не съешь то она испортится полностью а пока ты ешь повявшую вянет следующая которая еще нормальная и ты постоянно питаешься каким-то говном у меня такая политика что лучше я пойду переплачу куплю сегодня и съем сегодня или завтра эту картошку но она будет свежая классная нормальная картошка это просто картошка как пример такие вот мысли по поводу продуктовой базы собственно я уже подъезжаю к загрузке сейчас наберу все чтоб спускали мне груз чтоб я там сильно долго не ждал и в принципе я сегодняшним днем очень доволен а ло можете спускать уже все груз мне спускают почему доволен днем да потому что за такой короткий промежуток времени кстати вторая перевозка будет стоить 650 заработать такие деньги с пробегом на данный момент так мне поворот бы не провтыкают то я тут пробег пробег ну короче точно а точно помню да 23 километра на данный момент ну то есть да вообще ни о чем или 33 да 33 наверно в общем не помню точную цифру но суть такая ладненько буду грузиться в общем то я загрузился все нормально все произошло за секунду переезд тут будет небольшой буквально каких-то пять километров выгружаю все это дело ну точнее меня разгружают и все и я свободен на сегодня думаю пробег ну в общем по пробегу поговорим когда я уже выгружусь уже будет понятно какой собственно пробег так друзья выгрузил я груз значит сейчас мне еще надо по одному делу заехать поэтому объективный километраж около 30-40 километров по деньгам уже говорил все все услышали в принципе ничего сложного по сегодняшнему дню не было в принципе вот так вот я вижу работу перевозчика а так должно быть такие цифры должны быть не надо рвать тельняшку на себе и делать лучше хуже я не знаю не надо перебивать друг другу цены ну понятно это рынок новички заходят им нужны клиенты они вынуждены чуть-чуть перебивать цены но чуть-чуть в этой фразе основное основное слово это чуть-чуть а не так как я рассказывал что я ставлю выставляю ценник в 600 гривен появляется персонаж который пишет я за 400 сделаю ну допустим я уже точно не помню но в цене такая пропасть что на голову не налазит поэтому на сегодня это все сейчас только обед я уже свободен и с заработком в принципе если бы еще поискать то я бы еще что-то нашел себе на сегодня но немного приболел поэтому надо скажем так и меру знать я с пониманием таким что всех денег не заработаешь как бы не хватает и я уже говорил что я не только с этого поэтому мне на сегодня хватит показал увидели подписывайтесь на канал присоединяйтесь к рабочей группе все ссылки в описании повторюсь ну а на сегодня это все пока что я не знаю чтобы увидели что это все так что не